Наш телеканал уже не первый год поднимает тему гибели деревьев в Твери. Однако ситуация не меняется. Город продолжает терять свое зеленое убранство. Сухие деревья можно наблюдать повсюду. От спальных микрорайонов до центральных улиц и площадей. Причину мы попытались выяснить, поговорив с экспертом. Сухие деревья. Поодиночке и целыми группами. На проспектах и скверах, перед административными зданиями и во дворах домов. Самых разных пород. Ели, лиственницы, тополя, липы. Эта картина становится все более привычной для Твери. Причины такой ситуации могут быть самыми разными. Два года назад ясневая зладка, вредитель, которая дошла до Тверского региона. У нас, к сожалению, сейчас и по причине изменения климата, по причине привоза материала долгое время европейского зараженного, ну и вообще миграции вредителей. И вот было массовое поражение ясени. Ну и, пожалуй, наверное, процентов 70, если не больше, деревьев на территории города было повреждено. Еще один фактор природный. Последняя зима была довольно холодной, а самое главное снежной. Растения в нашем регионе за последние 15 лет от такого отвыкли. Затем наступила весна, удивившая очень ранним, практически летним теплом. На деревьях активно начали распускаться почки. И тут грянули холода с ночными заморозками. Это стало сильным ударом для городской зелени. Но есть еще одна причина массового сухостоя. Отсутствие системной работы со стороны организаций, в чем в ведении находятся те или иные насаждения. Если все-таки уходная часть была нерегулярно и агротехнически когда-то не выдерживалась, то стареют и погибают они иногда раньше, чем если бы они жили, например, в природных условиях. Это недостаток полива, подкормки, отсутствие, опять же, обработки отвредителей, если растение заболело, а у него есть какая-то болезнь или вредитель. Судя по всему, у муниципальной организации «Зеленстрой» не получается вовремя ухаживать за городской зеленью. Так же, как и вовремя спиливать сухостой. А ведь тут дело не только в эстетическом виде улиц и площадей, но и в элементарной безопасности. При первом же ураганном ветре такие деревья могут рухнуть на автомобиле, соседней постройке, но что хуже всего, на людей. И буквально незадолго до того, когда шла подготовка выше озвученной информации, в администрации Твери дали комментарий по поводу гибели деревьев в областной столице. По данным Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, действительно, в Твери выявлено усыхание значительной части деревьев породы ясень. Сотрудниками филиала ФБУ «Рослесзащита» Центра защиты леса Тверской области был выявлен вредитель – пестрый ясеновый лубоед. Собственно, в этом и причина усыхания этой породы деревьев на территории города. Жук при питании повреждает кору и лубиной слой дерева. При благоприятных погодных условиях возможно массовое размножение вспышка вредителя. В целях сохранения ясени обыкновенного и предотвращения массового размножения вредителя Министерства и управления Росрехоснадзора по Тверской и Ярославской областям рекомендуют проводить работы по удалению заселенных жуками деревьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok